Ну что, привет, мормышатин, и добро пожаловать на мой канал. Вот, ну что я вам хочу сказать, кроме того, что я охуел от жары. Это то, что я подготовил для вас фруктовые ароматы. Наверное, то самое, что сейчас нужно для общего здоровья, для общего понимания, чтобы хоть как-то уже, блин, привести себя в чувство. Я не знаю, у нас сегодня, знаете, пишет 23 градуса, но это какая-то врушка, короче, врушка-синоптик. Берет и нагло врет, короче, что 23 градуса. Духота просто невероятная, жить не хочется. Такое вот сегодня у меня колечко одно, единственное, с изумрудами и бриллиантами. Хоть как-то охлаждает, знаете. Ну давайте, в общем, начнем. Будет 10 ароматов, фруктовых ароматов. Я надеюсь, что будет вам интересненько, поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Там мы выбираем видео, которое выйдет. Вот так мы и выбрали фруктовые ароматы вместо морских. Поэтому все, давайте, короче, начинать. Начнем мы, наверное, с бюджеточек. Давайте с бюджетного, с доступного. Первый аромат, который я вам хочу посоветовать из бюджетки, это вот такая вот Сара Джессика Паркер, CGP New York. Вот я недавно совершенно ей пшикался и понял, что это кайф. Что это кайфоза и вообще балдежный аромат. Это, знаете, это такой вот виноградик. Виноград, фруктики на мускусной базе. Очень классно пахнет. То есть, знаете, без лишних инсинуаций. Вот он у меня постепенненько уходит. Он, не знаете, нравится. На жару я им прям пшикаюсь, ни о чем не думаю. Могу там вокруг куда-нибудь пшикнуть. Очень приятный полиревизатор. Приятненькая вот эта вот история флакончик. Можно носить с собой в сумочке. Стоит совершенно недорого. 30 миллилитров, вот такой вот формат. Ой, прям запах, знаете, такого вот свежего винограда. Это не линтердижи ванши, где хочется умереть от этого винограда. Это прям, знаете, виноградамские пальчики, не Изабелла, кишмиш, кисленько, вкусненько. И все хорошо. Вот Сара Джисика Паркер, CGP New York, Eau de Parfum. Вот такой вот, кстати, просто шикарный аромат. Дальше. Давайте тоже такой вот. Очень редко вам показываю, но очень люблю. Он у меня, блин, весь пыльный. Это Dillon Blue. По-моему, так он называется, да? Eau de Parfum, Dillon Blue от Versace. Вот такой вот флакончик, такой вот вазон красивый. Его просто даже, знаете, хочется взять из-за этого шикарного флакона. Очень красивый флакон. Тут, знаете, какой фрукт? Тут яблоко. Очень классное, натуралистичное. Грэнни Смит яблок. По-моему, он же в пирамиде и заявлен. То есть, очень приятно. Хочется этим пахнуть. Я пользуюсь им где-то после душика. У меня здесь осталось около половинки. Где-то вот так вот. Половинка осталась. Очень приятная, знаете, история. Также на лето, на весну. Я про него частенько забываю. Но он очень приятный. Знаете, из разряда аромата с нотой яблока. Вообще достойная вещь. Стоит недорого Versace. Поэтому вот прям вам дико советую, кто ищет яблоко в парфюмерии. Это очень достойный вариант. То есть, яблоко, мускус. Ну и там бело-цветочные такие вот намеки. Очень красивый аромат. Советую. Дальше давайте еще вам покажу бюджетку. Короче, это Shakira. Как он там называется? Shakira O'Floral. O'De Toilet. Такая вот история. Такой намек немножко на манталь. Такой вот флакончик, видите? То есть, да, это селебрити-парфюмерия. Она бюджетная. Тут знаете что? Тут у нас клубника. Клубничная история. Услышать не хотите. Клубника такая вот. Клубника-земляника. Очень сладкая, вкусненькая. Также на мускусе. Тут вот я не особо слышу таких вот цветочных моментов. Даже бело-цветочных, жасмина. То есть, очень красивая клубника-земляника-тере. Но больше как-то из земляники такой вот сладкой, немножко кисленькой. Тоже очень приятная история. Я тут буквально из него пшиков 10 сделал. Вот потому что, ну, руки немножко к другому тянутся. Очень много нового приходит. Это сравнительная такая новинка. Он ко мне пришел вместе с CGP Нью-Йорком. Ну, вот как видите, CGP мне зашел больше. Но Шакира тоже очень приятная клубнично-земляничная вода. Вообще шикозно. Девки советую дико. Селебрица парфюмерия где-то около там 2000 стоит. Полторы тысячи. Может где-то так. Ну, и давайте закончим с бюджетками. Тоже любимый-любимый мой ароматец. Это Ковет Сара Джессика Паркер. И это у нас фланкер. Ковет. Пюрблум, по-моему, он называется. Ковет. Да, Пюрблум. Такой вот фиолетовенький. Классический Ковет у нас зелененький. Все берут классический зелененький Ковет как бы и разочаровываются, его продают. А я вам говорю просто, надо не зелененький классический брать, а Пюрблум. Потому что он шедевральный. Это знаете, шедевральный. Это такой мускусный тоже. Мускусный такой вот виноградик. Мускусный, кислый. Ну, вот как вам сказать. Как будто микс фруктов, где главический виноград. Также я тут слышу нотку лича. Прибавляю такой ему странный моментик. Но ароматец очень неплохой. Тоже очень я его люблю. Пшикую редко, но метко. Скоро его надо пшикнуть. Вот. Я сегодня в другом аромате. Он тоже сегодня будет в подборке. Вот. Вот это прям вообще тоже классная история. Недорогая. Что я заметил, Сару Джессико Паркер вообще Рилли может, могет делать парфюмки. Хочу попробовать всю Сару Джессико Паркер. Может, устроим на нее, на ее бренд обзор. Короче. Ну, вот Пюрблум надо брать. Потому что Рилли очень, очень хорошая история. Она мускусе, кислая такая мускусная, виноградно-фруктовая замес. Супер. Дальше. В чем я сегодня? Я сегодня в Маскино Чипенчик. Вот. Маскино Чипенчик. Обожаю его. Просто хочу себе дубль. Смотрите, сколько у меня его осталось. Немножко совсем. Но мне так нравится. Просто ядерные фруктовые цитрусы. Балдеж. Балдеж-пердеж. Ядреные просто. Носовырвесносные. Носовырвесносные фрукты. Кайф. Вы знаете, и мандарины, и лимоны. И, блин, ну вот прям он ядреный, классный. Такой вот фруктово-цедристо. Напористый. Шикос просто. Я о нем, по-моему, недавно говорил на Сузе Аромата. Видели вы видео или нет? Посмотрите. У меня там в сообществе есть ссылка. Балдежная история. Просто кайф. Очень ядерный, очень яркий, очень шлейфовый. Классный, вкусный и освежающий реально. Просто, знаете, такие вот прям цитрусы нереальные. Супер. Дальше. Дальше давайте покажу вам мансиро. Мансиро Wild Fruit. И подытожим. Это, короче, та мансира, которая мне понравилась. Вот Wild Fruit. Это реально очень классные фрукты, девки. Очень классные фрукты. На каждый день, знаете. Это аромат прям на каждый день. Я в нем, кстати, как некоторые говорят, не заметил какой-то особой ядрености. Ядрен батонности. Типа, о, ароматы мансира. Это как манталь. Мне кажется, нет. То есть, знаете, совершенно такая средняя ежедневка. Но очень прикольно сделан. То есть, фрукты здесь какие-то не сочные, а немножко припыленные. Очень спокойные. То есть, знаете, это такой фоновой аромат, который всегда будет кстати. Вот. Какой-то такой вот особенный взрыва там фруктов я тут не заметил. Просто он хороший, сбалансированный, качественный, фруктовый. Особо фруктов, какие-то фрукты не вышли. Ну, может быть, там какая-то, знаете, груша. Может быть, там какое-то яблочко чуть-чуть. Вот. Фруктов как-то здесь не вычлезть. Он звучит вот в общем. Очень красивые фрукты. Припыленные, спокойные. На каждый день вообще. Кто не ищет там чего-то, а просто хочет красивых, качественных фруктиков. Вот. Мансира Wild Fruit очень будет вам кстати. Риля классная штучка. Так, ну, конечно, ягодная феерия. Ягоды это тоже фрукты, наверное, да? Живанши Плей. Вот такой вот розовенький. Живанши Плейчик. Вообще, балдежные фрукты. Ой, тут даже пирамиды есть. Бергамот. Какой-то Амирис. Тиаре. Сандал Мускус. Ну, вот. Но он ягодный, знаете. Давайте его на рукав шикнем. У меня такие рукава сегодня странные. Ну, да, короче. Это ягодно-мускусный аромат. Это просто рубашка для западных, если что. Ягодно-мускусный аромат. Очень приятный. На ежедневку также будет вообще балдежный. Я его ношу, кстати, вот редко, где-то по весне. Вот. Также и цветы здесь присутствуют. Тут написано Тиаре. Ну, что-то Тиаре я тут не слышу, знаете. Такой вот как бы жасминчик. Жасминчик и куча-куча ягод. Тоже очень красиво. Так вот звучит в общем. Не мега ярко, не мега как-то интенсивно. Просто очень хороший такой вот качественный, среднячковый аромат вместе с ягодами. Бренд Живанши, кстати, он весь такой. Как-то он особо не выделяется. Но все ароматы здесь очень качественно собраны и очень приятные. Вот Живанши Плэй. Это из той же категории. Дальше. Дальше хочу вам посоветовать аромат с гранатом. Есть два аромата с гранатом, которые я люблю и обожаю. Это Манифик Ланком и Терезор Инлав тоже Ланком. Вот. Аромат с гранатом. Очень красивый. Мега-мега. Мега-пега. Вообще балдеж. Немножко цветочков. Там жасминчиков-хуинчиков. Небольшая мускусная древесная база. И какой-то вот такой вот гранатик. Манифик Ланком. Это передоз граната. Это гранатовая анрил. А Терезор. Это такой вот цветочный, нежный, мягкий гранатик. Очень нравится. Очень хороший. Очень редкая нота граната. Одобряю. Вот. У кого кто там заебался искать Манифик Ланком. Типа его сложно найти. Кто не хочет много денег тратить на Ланком. Инлав вы на этот. Как его? На Манифик. То Инлав вы можете спокойно найти. И не очень дорого. Короче. Балдежный вариант. Вот. Гранатик тут прям вообще отменный. Шикос. Пердеж. Пердеж. Шикос. Короче. Просто. И все. Так. Дальше. Дальше. Фрукты на деревяхе. Фрукты на деревяхе. Это Лаэва 001. Вообще так же. Советую. Рекомендую. Очень красивые фрукты. Тропические. Маракуи. Марахуи. Личи. Папайя. Вот. Папайя. Личи. Все дела. То есть такие, знаете, сочные тропические фрукты. Аж такие. Влажные. И они все находятся на мокрой деревяшке. Немножко сандалистый. Очень красиво. Очень освежающе. Прохладненько. Древесно. Балдеж. Кстати, по прохладности. Прохладный аромат. Вот этот вот. Он прям, знаете, здесь такая вот прохладная кислинка присутствует. Вот. В ковет Джессики Паркер. За это вот он мне очень нравится. Это звуковитика. Прям реально. Такая вот прохладочек присутствует какой-то. И в Laeva 001. Тоже есть вот эта вот прохладинка. Последний аромат, он будет посвящен манго. Манго это лакосте. Оде парфам. Такое вот. Не знаю, как он называется. Ну, короче, он один такой. Видите? Просто лакосте. Оде парфам. Это манго тропическое, субтропическое, презервативное. То есть, знаете, аромат такой. Аромат звучит игрушечным манго. То есть, манго. Давайте со шторы понюх. Вот штора. Очень классный распылитель. Да. То есть, знаете, сладкая, ванильная, пластиковая манго. Очень красивый аромат. Он прям сладчайший. Но в то же время, знаете, он не душит. Он сладкий, но он какой-то согревающий. Ой, не согревающий, сладкий, но освежающий. Манго здесь прям, знаете, такое вот балдежное. Именно с эффектом такой вот пластиковости. Как будто не настоящая манго. Но манго прям натуралистичное. Пахнет мангой. Вот. Вместе с блендом с ванилью, немножко сахарной ватки. Но он, знаете, что странно. Из-за вот этих вот сладких нот он вроде бы должен душить. Но он вообще не душит, знаете. Он такой вот немножко освежается. Советую. Хорошая вот эта вот. Хорошая водичка. Вот такие вот топ-10 фруктовых ароматов. Вот они. Пишите свои фруктовые ароматы, чем вы пользуетесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мою пар в барахолку, где вы можете найти эти данные ароматы. Я их укажу в инфобоксе, в закрепленных комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Парфсука. Там вы узнаете о новинках самой первыми. Там вы можете... Ну, вы сами увидите. Поэтому все. Люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока. Пока.